здравствуйте дорогие друзья всех вас приветствую в хлебе на каждый день и сегодня у нас не просто летний день не просто мы в июле находимся но это еще и день семьи может быть кто-то его знает кто-то не знает но практически никто из нас не рожден на эту землю без семьи полноценный не полноценный я имею ввиду полный или неполный но все равно рождение происходит от слияния двух и мужчины и женщины а значит эта семья состоявшиеся не состоявшиеся все равно это семейные взаимоотношения которые учредил господь от старта и дети рожденные на эту землю они нуждаются нуждаются в покрове от родителей нуждаются в благословении родительском в примере родительском и так как многие семьи так и не состоялись то и дети рожденные в таком состоянии дальше тоже идут по жизни и очень часто их жизнь требует больших усилий чтобы состояться в семейных взаимоотношений поэтому хочу благословить сегодня семьи на то чтобы хватило силы переломить ситуацию в своей судьбе исходя из прошлых наследственных программ исходя из того что там был занесен какой-то вирус на духовном уровне и физическом плане проявившийся и поэтому я хочу сейчас прочитать некоторые места из 77 псалма он постановил устав в иакове и положил закон в израиле посмотрите у бога есть уставы и законы которые он дал не для того чтобы нас ограничить а для того чтобы нас защитить чтобы эта защита была связана не только с нами но и с нашими детьми заповедал который заповедал отцам нашим возвещать детям их то есть значит дети должны получать какое-то послание со стороны родителей чтобы знал грядущий род дети которые родятся и чтобы они в свое время возвещали своим детям посмотрите как преемственность у нас во многом потеряна даже просто от того что не было отцов в семьях просто от того что не было полноценных отношений и климата в семье и поэтому теперь надо детям которые выросли либо детям которые еще не выросли которые вырастут самим искать то что должно было прийти от родителей потому что бог установил этот устав чтобы детям было легче принимать послание здравого смысла и разбираться с этим миром в котором так много подделок в котором так много ловушек расставлено и поэтому есть у родителей своя часть который не никто другой заменить по сути это не может понятно мы можем комбинации какие-то искать сегодня при отсутствии допустим отца в семье но как бы там ни было бог вот это установил и поставил это на все века чтобы знал грядущий род дети которые родятся чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на бога и не забывать дел божьих и хранить заповеди его три времени сезона жизни то есть возлагать надежду свою на бога идет речь о будущем то есть иметь в виду что господь не только в сегодняшнем дне но и в будущем тебя сохранит не забывать дел божьих это то что связано с прошедшим что делал бог в жизни родителей прародителей какие были чудеса которые важно передавать по поколениям чтобы дети знали что бог там действовал значит и в их жизни он тоже будет действовать есть на что опереться и последнее хранить заповеди его это настоящий момент то есть когда ты живешь и у тебя есть какие-то определенные критерии истины критерии защищенности то есть когда ты знаешь что вот именно эта платформа она в безопасности потому что бог поставил свои границы за счет своих заповедей и когда родители говорят ребенку чтобы он не брал допустим ножик либо не брал огонь то мы понимаем чем руководствуются родители почему они наносят этот запрет для ребенка особенно для маленького то когда мы говорим об отце небесном то он точно знает где есть опасная зона ее ограждает поэтому знать заповеди его это знать безопасную зону для развития своей жизни я хочу благословить этим семьи небесный отец я благодарю тебя что мы можем сегодня молиться о семьях которые столь разноплановые где так много перекосов где так много недоделок где так много того что требует твоего вмешательства и исправления поэтому я прошу тебя господи пусть на этой земле где ты дал нам жить где живут люди знающие имя твое придет исцеление в атмосферу отношений внутри семей чтобы люди ценили друг друга почитали как родители друг друга так и родители детей а дети родителей чтобы почтение было связано с личностью с особенностью индивидуальности в этих семьях и всему этому раскрыться с учетом того чтобы возлагать надежду на бога чтобы не забывать твоих дел и чтобы чтить твои заповеди в этом моменте жизни да будет так во имя иисуса христа аминь всего доброго и всем благословенных семейных отношений до свидания до новых встреч в следующей встрече в следующей встрече